Всем здарова, друзья! С вами Маракаси. И так, сегодня мы увидим бой на ПТ-САУ 10 уровня Т110Е3. Эта бронированная ПТ-САУ все-таки способна очень хорошо нагибать. То есть, тому, наверное, поспособствовало изменение фугасов. Даже вот в некоторых ситуациях, там, где обычно этой ПТ-САУ прилетал там 600, 700 и даже 800 урона в бронированной части рубки, сейчас может вообще ничего не прилететь. То есть, ноль абсолютно. Я был удивлен этому факту. И действительно, для данной ПТ-САУ, мне кажется, настали очень хорошие времена. Хотя и они и раньше были для нее неплохие, а сейчас уж, ну, конечно, нужно ее в ангаре держать и выкатывать, конечно же. И, друзья, вы можете выиграть золото. Для этого вам нужно написать комментарий. Не забудьте, ну, писать что-то по теме видео. Ну, не нужно там портянку писать, но и 1, 2, 3 слова не будет достаточно, если вы хотите именно выиграть золото. Что-то среднее, свое мнение просто выскажите после просмотра видео. Также подключайте набор «Осторожно окрашено». Это хороший способ получить разнообразные премиум танки. Корнарван Акшн-Х, СТРВ-С1, ФВ-4202, Пантера М-10, Х5 опыта, 3 дня према, 2D стиль и многое другое. Рекомендую воспользоваться. Хорошее предложение. Итак, друзья, тут у нас, соответственно, новая абсолютно такая рубрика. Ну, в общем, судите сами, нужно ли это делать или нет. Некоторые такие топы возвращаются на мой канал. И сегодня я хотел бы поговорить о необычных танках игры, которые появятся в дальнейшем. То есть это танки, которые весьма странные. И при этом еще и в этом списке именно будут танки, которые, по моему мнению, должны продаваться за боном. Потому что обновление бонового магазина не за горами. Первый танк называется «Калибан». Соответственно, информация об этом танке появилась совсем недавно. И, наверное, это один из самых необычных премиум танков восьмого уровня, который я только видел. Да, это и тяжелый танк уже это как бы заставляет задуматься. Потому что там так по внешнему виду похоже на какую-то английскую ПТшку с башней. Но нет, тут имеется броня. И самое необычное, что тут имеется фугасница. С альфой довольно-таки неплохой. 950 урона. Но это еще нужно пробить. И тут 180 пробития фугасом. Это очень нехило. Но есть еще и бронебойные снаряды, у которых, кстати, хорошее довольно-таки бронепробитие. И у них альфа, конечно, поменьше. Но, тем не менее, ПТ-САУ, конечно, впечатляет по характеристикам. Потому что вроде бы как бы бронированная такая не самая быстрая машина. Да еще и с фугасницей. Вот это что-то реально новенькое и необычное. Итак, следующее у нас второе место. И это у нас Астрон Рекс 105 ММ. Средний танк Америки с барабанным орудием. Что же в нем необычного? Ну, во-первых, все-таки не так много именно барабанных средних танков Америки. Да, есть Т-69, но это уже такая старая как бы история. А тут, соответственно, 5 снарядов в боекомплекте. То есть в барабане. При этом довольно хороший УВН. Минус 9 градусов. Также у данного танка 45 максималка. А вот у дельная мощность двигателя какая-то слабая. 13,5. Я думаю, апнут. Потому что тут что-то совсем слабенькое. Как-то получается. Хотя скорость поворота шасси бешеная. 60 градусов. Я думаю, все-таки данный танк, ну, как бы, позиционируется как довольно подвижный. Живучесть при этом 1250 единиц. Броня корпуса 85 мм. И 220 мм брони в башне. Так что, в принципе, не картонный далеко танк. Следующий агрегат на третьем месте. Это у нас китайская ПТ-САУ 10 уровня 114 СП-2. С АЛФ-650. Ну, вообще, что в этой ПТ-САУ необычного? Я думаю, вы и так понимаете. Огромный размер. Хотя, конечно, кто скажет, что это не новое в нашей игре. У нас полно таких громадных танков. И в их ряду прибыло. Но необычное то, что тут, как бы, размер огромный. А брони-то нету. То есть, гигантская слоняра без брони. Как она будет выживать, я не знаю. Да, там броню апнули в последнем патче до 100 мм, по-моему. Но это особо не спасает. Гигантский размер просто. Ну, да. Там неплохое орудие. 650 Альфа. Как бы пробитие. Там 273. 329 на ГЛД. Ну, и у ВН даже есть удобные. Минус 7 градусов. Подвижность вроде бы неплохая. Даже такой махины. Там 45 максималка. Удивная мощность двигателя 15.6. Но все это, мне кажется, не будет спасать данную машину. Потому что она слишком большая и картонная. Всем привет, друзья. С вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте Водхаб. Зайдем в раздел бонусов. И сейчас можно выиграть премиум танк про джета 46. Продвинутый вариант. Идет розыгрыш. Открытие. Вернее, участие в данном розыгрыше за энергию. Энергия остается при открытии кейсов. На данном сайте есть. Более простой вариант. Всего нужно 5 кейсов. Открыть платных. И также подписаться на группу. После чего вы можете участвовать. Хоть каждый день. И иметь шанс в игре золото. Тут разные наборы. Обычно золото, серебро, премиум аккаунт. Итак, я заметил, что тут 3 новых премиум танка. Проджета 46, Су-130 ПМ и Бураск. Соответственно, будем открывать все эти 3 кейса новых. Посмотрим, что из них будет падать. Так, немного золота падает. Надо как-то ровненько, наверное. Примерно по 3 штуки каждого. Так, и еще. Еще один раз. 90 дней према. Так. Су-130 ПМ. Попробуем. Эту потасал выиграть. Так, опять голда. И совсем чуть-чуть прям. Ладно, было бы много. Еще было нормально. Итак. Так, 5 тысяч золота. И третий раз. Пока что что-то не супер прет. Еще премиум аккаунт падает. Сколько там. Тут старый еще. Призы я не забрал. Так, последний кейс. На Проджета. Остатки, короче. Так. Опять чуть-чуть золота. Опять чуть-чуть золота. Ну, что-то сегодня не поперло. Особо. Может быть в другой раз, как говорится. Так. 300 голды. Ссылка на сайт в описании. Там же промокод. Итак, четвертое место. И тут у нас советский тяжелый танк девятого уровня. С довольно-таки интересной особенностью. Это барабан. А именно снарядов в магазине там три штуки. Что уже необычно. Потому что барабанных советских танков в игре очень немного. Ну, я говорю, конечно, про высоковоуровневую технику. Там есть, конечно, СС-3. Вернее, СС-3 с механизмом заряжения. Но там не совсем барабан. Там система дозарядки снарядов. Но, в принципе, в общем-то, вот этот танк весьма необычный. Как для советской техники. То есть, барабан с тремя снарядами. Естественно, неплохая броня. И подвижность. Делает из этой машины весьма такую необычную, как для СССР. То есть, как бы данный танк не стал, в общем-то, имбой. Но можно об этом не беспокоиться. Потому что разработчики уже много раз данную машину нерфили. И сейчас уже характеристики не выглядят впечатляюще. Последний танк в этом топе, на пятом месте. Это советская ПТСАО «Объект-268» вариант 5. Одна из, кстати, старейших машин игры, как ни странно. Но до сих пор официально не появившаяся в игре. Хотя, соответственно, в общем-то, давным-давно ее разработчики тестируют. И много раз думали, куда же ее пристроить. Ну, конечно, я думаю, в боновом магазине ей и место будет. Чем вообще необычна данная ПТСАО? А вы вообще видели на 10 уровне советскую ПТСАО с башней? Я вот что-то не видел. А данный агрегат является первой такой особенной машиной. То есть ПТСАО с башней, да еще и высокоуровневой, 10 уровня. Понятно, есть там СУ-130ПМ, картонная ПТСАО с башней на 8 уровне. Но это не то. Тут как бы броня советская, мощная, крепкая. Неплохая подвижность, так как, ну, в общем-то, довольно-таки хорошие характеристики скорости. И набора, в общем-то, подвижности, скорости. И при этом мощнейшее орудие с огромным бронепробитием, с Альфой 750. Все это делает из этой машины, ну, можно сказать, имбу. По крайней мере, в теории. Вот такой вот список, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok